здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы поговорим но как в таких случаях всякие рекламные кампании проходят о вашей замечательной улыбке не только в улыбке будет дело а будем говорить о стоматологии о том что зубы для нас это огромная роль в нашем организме они играют ну и конечно о тех программах которые существуют сегодня потому что как правило человек когда чувствует зубную боль у него начинается такой небольшой тремор боже мой куда бежать куда идти есть конечно нет какого-то знакомого врача есть сразу такое ощущение что нужно готовить какую-то сумасшедшую сумму денег о всех проблемах которые связаны с лечением зубов нам сегодня рассказывает заведующий стоматологическим отделением люби резко областной больницы ирина на зелено или на здравствуйте вот прошло летнее время летом на на многие люди подпортили себе зубы да ну наверное от зожа многие отказались есть наплыв сейчас больных или он всегда у вас существенные нет определенная сезонность конечно отмечается но она больше локализуется поток всегда достаточно большой но диагнозы разные конечно когда там период у людей летние там весенние то шашлыки и все прочее очень часто травматизация зубов где-то там косточки где-то пищи где-то чем-то орехи когда конечно период простудных заболеваний там тоже у нас обостряются все хронические заболевания которые есть и в общем-то поток увеличивается именно с воспалительными заболеваниями поэтому мы понимаем что зубы да вот я знаю что стоматолог стоматологи не очень любят название зубной врач но люди к сожалению или к счастью для себя четко понимают если болит зуб куда идти они точно знают но есть определенная проблема что стереотипы что лечение зубов некоторые почему до самого последнего уже болит уже чуть ли не флюс появляется потому что они почему-то считают что сейчас такой дорогой и как бы неподъемный способ ну то есть чтобы поставить пломбу я с не говорю конечно можно выбрать самый дорогой имплант можно вставить себе просто сверкающую челюсть кстати надо ли это делать тоже нужно подумать вот мы об этом поговорим то есть насколько себя доступны обычные стоматологические услуги обычно вот всегда говорю пациентам о том что нужно обращаться с минимальными проблемами когда вы все полости рта там увидели точку или небольшой как бы холла дубление полость ощущение неприятное лучше обратиться эта проблема решается одним визитом одним посещением довольно доступно в государственных учреждениях и время на это много не тратится и зубы сохраняются конечно доводить себя до состояния там жуткой боли при пухлости отеков не стоит это очень вредно для зубов потому что конечно это все эти воспалительные процессы они разрушительные проблемы процесса также для зубов и лечение оно будет достаточно длительным и поэтому и потом зубы же это же наши нервы если еще они не удалены нашим стоматологами то есть зубы влияют на наше здоровье ну такой сигнал ротовая полость это начало нашего желудочно-кишечного тракта на у нас все соединено эта система и конечно здоровые зубы и хорошее жевание пережеванная переваренная пища и все это в общем-то взаимосвязано поэтому конечно с небольшими проблемами лучше обращаться лучше все равно там при чистке зубов обследовать свой рот там зеркале как-то визуально и обратиться даже если ничего не беспокоит но что-то вызывает сомнения на прийти на консультацию проблем в собственном горе никаких нет них доступности в люберецком округе а пломбу сделать можно сегодня она же тоже имеет какую-то ну есть платные услуги есть дорогие пломбы есть недорогие пломбы вот этот как но у нас фактически во всех отделениях оказывается медицинская помощь по программе ум с также если пациента хочет да он может также в эти отделения знакомишься с перечнем услуг более дорогой материал прайсом уже принять для себя решение о платном лечении то есть выбор всегда за пациентом то есть зубы можно содержать в надлежащем порядке особенно не тратя особенных денег если внимательно за ними следить правильно делаю такой своевременно но сегодня мы пригласили нашу гостью еще не потому что обсудить как бы знаете есть такие проблемы что любая человек любое человеческое заболевание она постоянно на слуху да и требует какого-то решения тем более когда люди сталкиваются с этой проблемой и сегодня мы поговорим о таком варианте исследования до полости рта потому что в последнее время слово онкология да она вот я всегда врачам говорю еще раз напомню что если человек начинает заниматься самолечением читая любой материал какой угодно на каком угодно сайте на более заслуживающего внимания на менее заслуживающего внимания в конце всегда написано но в любом случае обратитесь к врачу потому что возможно что это онкология и после этого человек начинает нервничать и бежит сразу же думаю что вот у него какая-то проблема и как вы сказали что рот это начало кишечного тракта но и как бы одна из важнейших составных частей нашего организма вот мы сегодня поговорим об онкоскрининге что это такое раньше был был ли он для чего он делается и что такое онкоскрининг по скрининг полости рта онкоскрининг в стоматологии это относительно недавно появившийся метод который позволяет именно на родних стадиях выявлять онкологические заболевания и не только онкологические любые патологические процессы слизистой оболочки рта это касается все кроме зубов это именно брака считается мягких тканей мягкость и рта слизистая оболочка язык сосиска ряну слизистый который десну покрывает не оба все вот все в комплексе вся слизистая оболочка вот казалось бы что да полости рта это достаточно просто визуализировать чек открыл рот и там должно быть как бы все видно вот есть заболевания там не только раки но и предраки которые достаточно скрыты то есть на слизистым мы видим пятно пленочку там какую-то язвочку небольшую ну как были особо не придают этому значение думать что пройдет или как бы это вот я повредил там чего и но особо она не мешает не доставляет чеку дискомфорта и собственно говоря жалобчик не предъявляет на приемом а потом через там год-два мы уже видим уже такую патологию на третьей даже на четвертой стадии с защитными изменениями которые вот в принципе можно было при этом предотвратить ранее вы тут сразу же в контексте этого вопрос мы ведь как привыкли что вообще будут понятия онкология рак и ротовая полость как-то вот редко до звучит отовсюду но я имею ввиду неком медицинском проблематике основном это вот касается там ну не знаю там рак груди желудочные какие-то проблемы оказывается что и даже самая обычная наша вот ротовая полость может принести такие такой вот результат что и третья четвертая стадии человек может просто умереть от это то есть летальный исход может быть безусловно конечно поздней стадии они трудно поддаются лечению иногда конечно вот все это заканчивается я почему это происходит что вот слизистая казалось бы когда вот все как вы говорите всем на виду и почему она страдает почему она может получить эти раковые клетки они везде появляться могут нет вопрос в том что опять таки вопрос своевременном выявлении она может быть ротовая полость тем более там слизистая оболочка и вообще ротовая полость имеет высокую кровеносную систему кровеносных сосудов которые кровоснабжают разносит это сразу вот фактически во все органы и системы вот то есть и вот это вот расширенная кровеносная система она играет важную роль допустим если возник незначительный там рак в полости рта да то есть это уже идет распространение метастазирование по всему организму рак горла тоже может начаться на слизистой да правильно понимаю безусловно безусловно конечно это может начинаться на слизистой оболочки и уже там переходить уголе в более глубокие слои и продвигаться где уже труднее будет поэтому именно вот этот метод онкоскрининга он позволяет выявить на ранних стадиях ведь рак не начинается внезапно раку предшествует предраковое заболевание воспалительные какие-то процессы там аутоиммунные процессы не сразу патологический процесс переходит в онкологический то есть он бывает вот сначала воспалительного характера потом переходит это в предрак это все на этих стадиях может остановить и не доводить до поскольку действительно последние годы по данным ввоз и различных этих опросов и статистических данных медицинских организаций что онкологические заболевания полости рта до выраст риск этого развития плюс уже доказанных заболеваний выявленных точнее заболеваний связи с этим вот большая государственная программа по введению вообще профилактики онкологических заболеваний в общем вообще в том числе и конечно стоматологических заболеваний в частности до слизистая это гладкая слизистая оболочка увлажненная там она бледно-розовая как на ней выявить в общем-то какие-то патологические клетки или элементы которые незначительно там отличаются от здоровой соответственно вот этот метод аутофлуоресцентной стоматоскопии он основан на действии свечения то есть это синий спектр свечения ну чтобы доступно было понятно грубо говоря это как фонарик на то есть синим цветом и здоровые ткани у нас светится зеленым патологическая ткань она теряет вот этот вот спектр свечения на на светится теном и врач специальных очках он все это видит измененные участки вот то есть уже вопрос да это уже возникает вопрос конечно это не значит что человек пришел на стоматоскопии ему сразу поставили диагноз то есть видит изменения дальше там пациент направляется уже к определенным специалистам чтобы разобраться что это как и чего вот во второй части мы подробно поговорим кому нужен онкоскрининг и как вот он у вас будет проходит ли он у вас как можно на него записаться и так далее но возникает простой вопрос что это и раньше было но не было возможности скажем применять то что такого метода не было или все-таки мы я уж не знаю там экология или неправильное питание увеличивает риск заболевания вот этими вот проблемами именно в ротовой полости безусловно ранее было меньше проявлений и выявлений этого заболевания конечно вредные привычки очень сказываются есть определенная группа риска то есть это там люди курильщики люди которые там злоупотребляют алкоголем люди которые ранее перенесли онкологические заболевания которых в анамнезе есть у родственников там дальних близких также онкологические заболевания люди старше 45 лет люди работающие на производственных вредностях вот то есть есть группа риска она существует но тем не менее вот этот онкоскрининг сейчас нужно проходить всем даже абсолютно здоровым пациентам один раз в год на первичном приеме стоматолога ну хорошо и о том как он проходит как куда можно записаться приходить ну то есть сама схема потому что если есть врач должна быть схема лечения или прохождение исследования об этом мы поговорим во второй части напомню что у нас в гостях ирина назилина заведующая стоматологическим отделением либерецкой областной больницы и говорим вот о новом методе сколько например на время но у нас это где-то применяется лет пять пять лет это онкоскрининг о чем мы продолжим разговаривать во второй части нашей программы дождитесь напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях заведующий стоматологическим отделением либерецкой областной больнице ирина назилина и говорим мы сегодня об онкоскрининге вы сказали что это стоматологический вот метод определение заболевания особенно онкологическое заболевание полости рта ему пять лет вы сказали что всем нужно проходить но раньше же мы не проходили и от этого нас никто не требовал если например к вам приходит пациент на осмотр ну я не знаю говорит вот у меня там беспокоит зуб то о чем мы говорили начале он там может вам бы надо стать вы смотрите ему зубы вы не смотрите ему как бы все остальное ну десну вы смотрите да почему например не ввести это постепенно в обиход что врач как бы заодно все вместе смотрит но как раз это уже введено и уже есть рекомендации минздрава также в рекомендации страховых компаний фомс то есть это совершенно бесплатно у людей имеющих полис при первичном осмотре проводится вот это лимбинесцентная стоматоскопия по поводу первичного приема врач не только смотрит зубы он обязан не только смотреть зуб он должен смотреть конфигурацию лица пациента даже так он должен смотреть лимфатические узлы подчелюстный молотова то пальпаться около ушной все что касается не сразу это чек открывает рот там садится в кресле то есть должен быть визуально осмотр все это отписывается все это составляется паспорт пациента также все это есть его в электронной карте во всех наших отделениях учреждениях все это доступно все это оформляется врачи ведут этот прием вот и соответственно осматривается слизистая сначала преддверие то есть именно красная кайма губ внутри если есть оболочка краем и губ щек и все прочее и затем только тогда уже при открытии рта осматривается остальная часть листы я уверен что сейчас те кто смотрят нашу программу у них язык уже работает начинает искать внутри вот у меня здесь что-то и здесь что-то и так далее очень часто у людей скажем проблемы с деснами да они там кровоточит или еще что-то коль мы занимаемся сейчас сегодня рассуждаем на тему онкоскринга вот десна может повлиять на то что вместе с этой кровоточивостью которую не лечит пациент не ходит так стоматологу может прийти какие-то проблемы которые потом могут выразиться вот в заболевания связанные с онкологией или это все-таки более стоматологическое такое заболевание нет здесь тоже есть различные варианты течения заболеваний десен то есть хроническое заболевание десен она способствует также разрастанием соединительной ткани в полости рта сначала это и пульс и доброкачественное образование в результате вот этот и пульс десны хронической травмы или хронического воспаления десны естественно человек не обращается годами соответственно это все переходит более тяжелые стадии да и соответственно уже приобретает злокачественный характер поэтому еще раз говорю повторюсь что нужно все своевременно делать даже если вам кажется что серьезно лучше обра лучше что она серьезно вот теперь давайте к вам как бы условно обратимся и наши телезрители жители городского круга люберцы вот они заинтересовались вашим скажем предложением онкоскрининга что им нужно для этого сделать у них например ничего но не болит до зубной боли нет но есть какие-то ощущения или вообще нет никаких ощущений они решили провериться какова схема даже если нет жалоб даже если как бы нету каких-то проявлений и человек просто хочет провериться он просто записывается на прием на осмотр говорит доктора то что доктор я вот пришел на осмотр первичный прием и хочу вот пройти эту осмотр процедуру процедуру то онкоскрининга долго идет вообще не надо процедуру совершенно не болезненно занимает она ну буквально там пять-семь минут там берутся какие-то пробы или мне это осмотр нет это производит осмотр с помощью вот этого прибора и с помощью спектрального свечения сразу же врач пишет в заключение собственно говоря на закамливается этим пациента если ничего нет да все а если есть какие-то есть какие-то зеленые свечения зеленые свечения как раз для заготовки не зубов воспаление иногда отсвечивает красным свечением и как если просто это сказать то темные дыры или там темные пятна это конечно уже темно логическое свечение до который дает вот тогда вы выписываете что нужно посмотреть почему что это за странное свечение что там происходит возможно если конечно воспалительные то это воспалительные процессы то стоматолог сам решает эти вопросы то что заболевание слизистой оболочки рта лечит врач-стоматолог если это уже подозрение на какие-то более серьезные процессы конечно мы отправим на консультацию к онкологу и там уже у онколога будут какие-то материалы браться до какой-то да это скорее будет у гистологическое исследование а вот может быть какие-то дополнительные методы исследования там узи лимфатических узлов все но все это вот индивидуально по каждому вопрос хорошо и я так понимаю что сколько примерно процедуры составляет это отдельная очередь или это под в рамках приема просто стоматолога а словно говоря кто-то пришел делать пломбу а кто-то пришел он к скринингом заниматься жители люберецкого округа которые прикреплены вот к нашему допустим учреждение к люберецкой областной больницы могут обратиться в любое стоматологическое отделение люберецкой областной больницы осуществить предварительную запись там через интернет инфомат или колл-центр и просто прийти на прием к врачу-стоматологу или к врачу-стоматологу терапевту заказать себе скажем хорошо возвращаемся к теме отталкиваясь от этого все-таки не так часто на стоматологи в гостях вот скрытные стоматологи которые что-то знают про наши зубы вот на сегодняшний день вот вы сказали что такое открытое пространство начала желудочно-кишечного тракта а вот и конечно мы уже я коснулся этой темы экологии да и так далее но есть такое ощущение ладно мы там люди как говорится о возрасте уже но и у молодежи явно как как-то некоторых зубы разрушаются чуть раньше отчего это происходит вроде и вода у нас сейчас хорошие но по крайней мере нам об этом заявляют вот то есть я к чему просто веду за вот это время которое там ну за последние может быть 50 лет ухудшилось состояние вообще зубов и всего человечества или как всегда просто надо за ними следить и будет все идеально конечно гигиена полости рта она очень значительная сейчас последнее время молодежи они и дети даже иногда ленятся чистить зубы ухаживать за полостью рта питание наше поменялось за последние там 50 лет серьезно и существенно да то есть если раньше это были более простые приготовленные продукты сейчас конечно очень много фастфуда сладких напитков возможных вот этих кондитерских всяких изделий плюс конфеты конечно все это это все это все кариесогенная диета слюне конечно за остаются вот эти углеводы от сладких вот этих всех мучных и продуктов которые в общем-то даже не совсем полезно не только для зубов и тем не менее это благоприятная флора для развития микроорганизмов потому что кариес это все равно кариесогенные природы заболевания которые вот оба бактерии там и микробы они любят чем-то питаться да ведь природа все-таки задумала эти зубы она же понимает что мы начали что то есть не то едим долго уже 50 лет по идее вновь вырастающего поколения уже зубы должны понемножку меняться есть какие-то изменения в костной ткани но когда природа подстраивается под нашим не очень правильное питание или пока все остается по-прежнему и кариес он как был так он от нас никуда не уйдет кариес от нас конечно никуда не идет здесь больше нужно следить за тем что в период беременности женщин когда они носят ребеночка там уже происходит закладка зачатки вот этих зубов формирования поэтому очень важно обратить на свое питание тогда конечно это даст шанс получить ребенку от мамы на более здоровые зубы с более крепкой эмали вот еще такой вопрос типичный для стоматологов конечно нет никакого такого стопроцентного результата можно чистить зубы хоть пять раз в день но например то что я говорил кого-то десны например кровоточат из-за этого у некоторых складывается впечатление о чем буду чистить какой смысл завтра опять же есть правильно по-разному люди по-разному подходит сейчас есть система ирригаторов да когда вычищается ведь нету стопроцентной системы чистки зубов правильно понимаю что когда человек приходит к стоматологу и то что вы говорите нужно делать не только наверное онкоскрининг о котором мы сегодня говорили на просто какой-то такая осмотр полости рта и спрашивать совета какой щеткой надо пользоваться есть же мягкие средние есть жесткие какие виды этих значит есть шелковые там нити и так далее или кому-то нужен ирригатор или кому-то нужно еще полоскание добавлять вот у нас на мой взгляд немножечко культура правильного ухода за зубами как-то вот на втором плане это также ну первое конечно можно приходить к врачу стоматологу для профилактической чистки зубов хотя бы раз в год камни убирать возможную да да возможно и зубные отложения налет все это прекрасно чистится и все это профессионально убирается профессиональными средствами постами конечно после чистки зубов врач рекомендует и даже показывает как пользоваться средствами индивидуальными средствами дополнительными средствами обязательными не обязательно то есть зубные щетки сейчас конечно всевозможное и механические и электрические и ультразвуковые то есть вот по состоянию слизьте по стане полости рта даже в виде гигиену как пациент это чистит ухаживать за полость рта врач конечно даст рекомендации применение средств ну то есть средств стало больше больше возможности ухаживать за ртом стало больше теперь еще один такой вопрос правильно ли же опять я понимаю что максимально нужно постараться в любом возрасте сохранить свой зуб с теми нервами которые там присутствуют потому что я помню еще какие-то советские времена лучше мне его значит вырвите да и все то есть борется ли сегодня врачи-стоматологи за зубы чтобы они оставались но не просто мы удалили нервы и все никакой проблемы нет это же зуб уже не живой вот или все-таки если зуб патологически его лучше удалить и бог с ними с нервами конечно мы ориентированы на сохранные все манипуляции и на сохранное лечение если можно не удалять нервы его удалять никто не будет естественно вылечит там кариес или еще что-то лучше конечно сохранять свои зубы это физиологично вот это ну сказать что это то есть не надо ставить вставную челюсть новую до золотую там со всякими камушками чтобы все белое было блистало лучше сохранить может быть не самые лучшие но свои зубы и ухаживать за ними конечно свои здоровые зубы и белоснежная улыбка это в общем то наверное это было актуально в любые времена ну что у нас время подходит к финалу еще раз давайте напомним что можно записаться к любому стоматологу даже если вас ничего не беспокоит а просто вот пройти этот новый метод онкоскрининг попробуйте вот ни в коем случае вас не пугаем но как вы слышали сегодня сказал наш сказал наши гости что могут быть разные варианты ну и финальный еще раз вопрос то есть у нас действуют стоматологические клиники работают по омс то есть а то что клиент например или пациент хочет например поставить не такую пломбу то есть врач может ему предложить правильно понимаю безусловно мс а есть такой вариант безусловно врач на приеме может предложить пациенту оказание услуг по программе омс и по программе дмс же сразу возникнет вопрос у какого-нибудь такого критика системы но наверное же они поставят пломбу по мс которая через два дня выпадет ну и нет это абсолютно нет просто изучив весь спектр и программу госгарантий там немножко отличаются услуги что-то у нас входит в программу что-то нет если манипуляции которые необходимы пациенту в результате осмотра то что врач выявил они входят программу омс пожалуйста и как альтернатива если что-то уже другое также все это будет разъяснено и пациент входит до эта процедура абсолютно бесплатно для всех пожалуйста приходите спасибо вам огромное напомню что нас гостях была ирина назилина заведующая стоматологическим отделением люберецкой областной больницы и помните пожалуйста что нужно максимально сохранять свои зубы заботиться о них кто же о них позаботиться как не вы и то только уже в крайнем случае заранее все-таки нужно проходить всевозможные обследования чтобы зубы тоже любили вас и не болели не доставлять и вам неудобства спасибо вам большое вот надеюсь что через некоторое время встретимся расскажите нам как услышали ли нас это была программа открытый диалог с вами был николай пименко всего доброго до свидания а 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 Субтитры создавал DimaTorzok